Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телеканала «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях Владимир Васильевич Швейцов, главный врач 14-й поликлиники. Но, Владимир Васильевич, не секрет, что мы вас просили очень прийти, не как главного врача, хотя очень хочется о медицине поговорить о проблемах, но как руководителя организационного комитета праймериза «Единой России», который сейчас проходит. Все-таки важное политическое событие. Ну, как-никак, с какой стороны хочешь, смотри, как говорится, но партия власти и везде имеет свое большинство в парламентах. Вот сейчас проходит праймериз. Предварительное голосование просто расставляет партия свои ряды перед выборами в городскую думу сейчас, чтобы друг другу, как говорится, не мешали. И в то же время это испытание, я считаю, такое для партии, потому что должна быть полная прозрачность и должна быть полная, как говорится, непредвзятость, во всяком случае, чтобы народ увидел, что это действительно проходит реально. Итак, вот давайте скажем, когда это все началось, сколько сейчас кандидатов, потому что кому, как не вам, председатель оргкомитета, такие вопросы задавать. Спасибо. Добрый день, уважаемые рязанцы. Я понимаю, что вопрос выборов – это вопрос, без которого наше общество не живет. Мы постоянно находимся в подготовительном этапе, в самом процессе выборов, в подведении итогов выборов. Но выборы в городскую думу – это, наверное, самое животрепещущее, самая важная тема сегодняшнего дня. Потому что от того, как будет сформирована городская дума, какие будут там приниматься законы, какие будут настроения, это, естественно, будет влиять и на то… Это все очень близко нам, рязанцам. Да, и на то, как мы будем дальше жить, как мы будем себя чувствовать, и насколько будет комфортен и приятен нам наш город. Не случайно ваша программа называется… Ну, город и канал, а у нас городская телекомпания «Город», поэтому… Вот, поэтому, значит, как вы обозначили, про медицину, конечно, можно говорить очень долго и бесконечно, и всегда находить разные мнения. Наверное, и выборная тематика, она тоже очень противоречива. Кто-то считает, что выборы очень важны, кто-то считает, что это, в общем-то, формально, но тем не менее. Чем руководствовалась партия «Единая Россия» и «Общероссийский народный фронт»? Предлагаю программу предварительного внутропартийного голосования. Во-первых, это очень демократичная процедура. Это возможность любого гражданина, практически любого гражданина, я поясню, почему именно любого, и члена партии, рядового члена партии, принять возможность поучаствовать в площадке по отбору кандидатов и в дальнейшем поучаствовать в процессе выборов. Значит, организационный комитет получил задачу сформировать этот механизм отбора участников, и мы избрали модель предварительного внутропартийного голосования, когда на площадках встречаются соискатели, кандидаты, и в зрительном зале находятся выборщики, причем структура выборщиков построена так, что в зале находится от 250 до 350 человек примерно, и 50% это члены партии, а вторая половина, 50% это общественники, это представители общественных организаций, лидеры общественного мнения, представители лидеров домов, территорий и так далее. Люди с активной жизненной позиции. С активной жизненной позиции, которые приходят на эти встречи, выслушивают программы кандидатов и в дальнейшем голосуют. Вы сказали площадки, давайте маленькие я такую сделаю запятую. Что это и какие площадки? Значит, определено 8 площадок в городе, это достаточно крупные наши общественные центры, по 2 площадки в каждом районе города, итого их 8. На обсуждение выносится 8 тем, прежде чем приступить к предварительному внутрипартийному голосованию, наши граждане, члены партии и общественники подавали свои заявления в приемную лидера партии Дмитрия Анатольевича Медведева, где их регистрировали, делалось заявление, отбралось от человека, он регистрировался, брались его паспортные данные. Если все устраивало, его приглашали на фотографирование, и по итогам был издан вот такой сборник, куда вошли все наши кандидаты, а их 129 человек. И что я должен вам сказать? То, что планировалось привлечь людей, которые будут не только члены партии, то и было выдержано. То есть, изъявили желание 81 человек – это члены партии, и 49 человек – это общественники, 48 человек. Итого у нас в предварительном внутрипартийном голосовании участвует 129 кандидатов. Вопрос. Я смотрел список, видел там, как говорится, знакомые лица, это действующие кандидаты, причем депутаты всех уровней, это и представители власти, представители бизнеса и так далее. Но обращайте на себя внимание, что у вас там и немало, так сказать, представителей интеллигенции, бюджетников, как у них сейчас в последнее время. В частности, врачей много. О чем это, по-вашему, не как даже члены оргкомитета, а как именно врача говорит? О том, что, возможно, Новую Думу будет больше уделять акценты, расставлять на именно такие проблемы бюджетников, проблемы города и проблемы социальные? Петр, я разделил бы ваш вопрос на две части. Первое. Почему там много врачей, я могу прокомментировать как врач. Дело в том, что насколько это повлияет на работу Думы, это уже решать нашему избирателю. Кому будет отдано предпочтение, кто займет места в Думе. Пока это я риторический вопрос задал. А врачи, ну, вы знаете, наверное, тема мне очень близка. Мы каждый день общаемся именно с простым жителем, с простым избирателем. На приемах много людей, мы слышим ту проблематику. И подчас, наверное, желание улучшить наш город. За державу обидно. За державу обидно, совершенно верно. Поучаствовать в этом. Дело в том, что не только врачи, но и бюджетники, учителя, работники муниципальных предприятий, работающие в госсекторе. Да, я смотрел. Это люди, которые, наверное, видят эту проблематику, имеют, наверное, пути решения. Вот чтобы не получилось так, что человек берется за решение проблемы, а проблему, в общем-то, до конца, наверное, и не сможет решить. Мы и создали им площадки. Они выходят со своими конкретными предложениями. Да. А выборщики, слушая их предложения по решению той или иной тематики, принимают решение, способен ли этот человек, потянет ли он этот вопрос. То есть, претендент не просто приходит и начинает озираться, а куда я попал, да вот меня партию попросило. Он приходит уже с готовой программы. Он уже приходит с сведением своего вопроса. Да. Он уже выносит это к людям. И выборщикам. И люди дают оценку. То есть, вот так называемая прозрачность, она здесь наблюдается. Значит, на площадках абсолютно все прозрачно. Каждому кандидату дается пять минут. Да, очень важно. Выносится тема. Темы обозначены заранее. Я еще раз вернусь к нашему сборнику. Мы взяли очень актуальные темы. Это восемь тем. Развитие социальной сферы города, экологическая безопасность города и граждан, борьба с наркоманией и алкоголизмом, создание и расширение рабочих мест, повышение правопорядка в городе, повышение ответственности власти за свою работу, улучшение воспитания молодежи, благоустройство города. И одна из тем в течение недели выносится на площадку. Кандидат о ней знает. Это не тайна. Он может подготовиться, изучить социологию, понять, что важно для людей, как они видят решение этого вопроса. И уже предлагает некий рецепт. Более того, каждому выборщику, присутствующему в зале, мы даем лист, в котором он отражает, насколько кандидат подготовлен, насколько он вник в эту тему, насколько он эффективен. Для чего это нужно? Потому что помимо организационного комитета работает очень большая аналитическая группа. Мы действительно хотим собрать те предложения и тех эффективных людей, которые способны решать. Если человек по итогам внутрипартийного голосования не попал в список, это не значит, что мы про него забываем. Мы ищем эффективных управленцев. Мы ищем людей, которые реально могут сегодня работать. Дело в том, что очень много сегодня критикуется, очень много забрасывается идеями. А работать, по сути дела, устранять имеющиеся проблемы подчас эффективных управленцев мы не находим. Поэтому это возможность человека попробовать свои силы. Дело в том, что на площадках голосования иногда мы дожидаемся итогов голосования. Итоги голосования объявляем в тот же день. И кандидат знает, сколько он набрал. Подчас получается ситуация, у нас уже три площадки состоялись. Человек пришел на одну, пришел на вторую, а на третью не приходит. И начинаются там, да вот он там не захотел, он просто понял, что это не так все просто. Это просто указать на недостатки, на какие-то изъяны в работе власти. Это все просто. Прийти и сделать гораздо сложнее. Даже просто внести предложение на публике, чтобы было оценено, что это действительно будет эффективно. Это достаточно непросто. Большое вам спасибо. Еще раз удачи. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». 7 минут. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok